Словно фильм пункт назначения. На трассе М5 из Челябинска до Екатеринбурга обрушился пешеходный мост. Один человек погиб. Дорога была перекрыта несколько часов. Все подробности в нашем материале. Крушение моста произошло прямо на кабину водителя КамАЗа. Он в этот момент проезжал под переходом. Шофер погиб на месте. По предварительным данным, у КамАЗа во время движения открылся кузов, и он снес пешеходный мост. Проехать по Челябинскому тракту было невозможно. Мост полностью перегородил дорогу. Автомобилистов отправляли в объезд, но и там был затор. Дорожники отправили на место аварии тяжелые краны для устранения последствий. Кувырок словно из голливудского фильма запечатлела камера уличного наблюдения. В Калининском районе мотоциклисты госпитализировали после ДТП с Ауди. Эта авария случилась на улице братьев Кошириных. Водитель за рулем Ауди Ку-3 при развороте вне перекрестка, где данный маневр запрещен, не уступил дорогу и столкнулся с движущимся во встречном направлении мотоциклом Хонда. В результате ДТП 31-летний водитель мотоцикла получил травмы и попал в больницу. Байкер получил сотрясение и переломы. В Курчатовском районе на дороге вспыхнул автомобиль. Все произошло на улице Ворошилова. Рядом оказались неравнодушные люди. Они помогли потушить возгорание. Очевидцы поливали машину кто чем мог. Позже приехали пожарные и окончательно ликвидировали возгорание. По информации очевидцев, никто не пострадал. Причина ЧП, возможно, кроется под капотом. Там могло случиться короткое замыкание. В Магнитогорске столкнулись ВАЗ 15-й модели и внедорожник Киа Спорт Эйдж. Со слов очевидцев, отечественная легковушка ехала с проспекта Карла Маркса на красный сигнал светофора и врезалась в кроссовер. На месте работали три пожарных машины и бригада медиков. От столкновения ВАЗ задымился. По предварительным данным, пострадавших нет. В Тракторозаводском районе дорогу не поделили две иномарки. Деонексия и Форд вылетели на обочину. В Чебаркульском районе на трассе М-5 столкнулись Лада Приора и Нива. 24-летний водитель Лады не уступил дорогу внедорожнику, которым управлял 51-летний мужчина. Пассажир Лады, 81-летний пенсионер, скончался в больнице. Еще один пассажир этой же легковушки выжил. Водители серьезно не пострадали. Ушел под землю. В садке камера наблюдения зафиксировала, как машина буквально упала в яму. На съемке видно. Автомобилист подъезжает к яме и, кажется, даже не тормозит. Траншея оказалась очень глубокой. То ли уснул за рулем, то ли отвлекся от управления. Выясняется, доставать автомобиль из траншеи пришлось с помощью спецтехники.